МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И кого там будут учить? Кокошники, усы Черчесова, нога Кенфеева и многое другое. Чем запомнится этот чемпионат мира по футболу, кроме футбола? Самые яркие впечатления со стадионов и из фанатских зон. Здравствуйте! Сегодня пятница, 13 июля. На нашем канале стартует тема дня. Обсуждать ее можно вместе. Пишите ваши вопросы и комментарии к нам в WhatsApp номер 8-918-120-6200. В последнее время много разговоров об отстроченной старости. Обсуждая повышение пенсионного возраста, чиновники много говорят о возросшей продолжительности жизни. В обиход даже вошло выражение «активное долголетие». Власти уверяют, что такой образ жизни хорошо сказывается на здоровье и удлиняет старость. Как рассказал одному популярному изданию доктор медицинских наук Юрий Никитин, которому, кстати, в августе исполнится 90 лет, предрассудки о том, что люди старшего возраста хуже работают, что человек не может активно работать в возрасте 60 лет, в обществе действительно есть. И это очень обидно. Ведь в этом возрасте многие могут и хотят работать. И что самое важное, многие получают большое удовольствие от работы именно в этом возрасте. Люди чувствуют себя нужными и востребованными. И это один из факторов, который продлевает их жизнь. А те, кто работает, несмотря на то, что заслужил отдыхать, мы поговорим в этой теме дня. Я хочу представить наших гостей, наших экспертов. Это Юрий Вячеславович Глушко, старший врач оперативного отдела скорой медицинской помощи. Юрий Вячеславович, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Владимир Васильевич Лубенников, начальник участка сборки на заводе «Класс». Владимир Васильевич, добрый день и вам. Можно, я понимаю, что это не очень может быть корректно, поинтересоваться вашим возрастом, узнать, сколько вам лет. Мне 72 года. 72 года, а вам? Полностью 61. 61. То есть 10 лет практически ранее. Да. Вот когда пришел этот момент, то есть получается в 60 лет, у вас год назад, у вас уже почти 13 лет назад, возникал вопрос, уйти на пенсию или не уходить? У меня такого вопроса не возникало. Почему? Потому что, прежде всего, привык всю жизнь работать. 40 лет, вы сказали, да, кардиологии? Работаю я с 16 лет, а после окончания медицинского института работал на скорой помощи в бригаде кардиологической практически 40 лет. Владимир Владимирович, у вас год назад стоял вопрос на пенсию или остаюсь на заводе? Нет, не стоял вопрос на пенсию, вообще не собирался и пока что не собираюсь в ближайшем будущем. Я в свое время, когда был молодым, думал, от 60 лет, это так много-много лет, это уже взрослые люди, да, и пора бы выходить. Ну, когда подошел этот возраст, я не готов был принять звание пенсионера, поэтому энергия, есть здоровье, есть стремление и мотивы, допустим, воплощение каких-то в жизнь еще задач есть у меня. Хотел бы достигнуть еще определенных высот, я имею в виду жизненных и в семье так же самое, вот, есть планы. Ну, вы отлично выглядите, я так понимаю, что вы в самом расцвете сил, поэтому еще, конечно, очень многое впереди. Мне вот интересно, 40 лет вы ездили на скорой помощи, трудоемкий, эмоционально-физически сложный процесс. Сейчас понятно, что сил уже не те, правильно? Тем не менее, каждый рабочий день что вы делаете? Консультирую бригады, передаю тем самым определенный опыт в оказании экстренной помощи. То есть приезжает бригада на место, молодые специалисты иногда не знают, как поступить? Да, если у них возникают какие-либо вопросы, они по телефону звонят мне, и я их практически всегда эти вопросы... То есть вы такая, получается, медицинская энциклопедия уже отчасти? Ну, отчасти, вероятно, да. А как часто вообще обращаются за советом? Вот помимо работы, может быть, просто где-то там в коридоре встречают, и там, Юрий Вячеславович, вот как быть так и так? Ну, обращаются они нередко, и знакомые, и родные, и бывшие пациенты. По возможности, в пределах своей компетенции отвечаю им на эти вопросы, даю советы по лечению, по режиму жизни и так далее. Владимир Васильевич, ваш рабочий день как проходит? Ну, начинаю подъем в 5 утра, в 6 я выезжаю из дома, я живу в пригороде, в прикубанский район, там у нас поселок городского типа. К 7 часам приезжаю, в 7 часов начинается трудовая деятельность. То есть, в 7 часов вы заступаете на работу? Да, в 7 утра. Насколько активный у вас рабочий процесс? Что вы делаете? Ну, основная задача, во-первых, организовать коллектив в нужном русле, потому что меняются технологии. Каждый день, допустим, по производству техники, мы в основном выпускаем сельхозтехнику. Это и комбайны, и трактора, но зависит от того, какой модельный ряд мы собираем, значит, коллектив объясняем, утром собирается коротенькую планерочку, рассказываем, доводим информацию, какие изменения, и чтобы на линии поступление всех деталей вовремя и качественно. То есть, за вами контроль, можно так сказать, да? Вы контролируете? Да, в основном контроль, контроль сборки и контроль поступления комплектующих деталей для сборки. Вы согласитесь с тем, что ваш такой активный образ жизни, он помогает вам оставаться здоровыми и хорошо себя чувствовать эмоционально и физически? Безусловно. Менять свой рабочий стереотип не всегда полезно. То есть, может быть, наоборот, да, уйти отдыхать хуже скажется на состоянии здоровья? Зачастую так оно и бывает. У вас? У меня, в принципе, день весь в движении. Почему? Потому что, ну, по линии надо проходить, просматривать, вот, общаться с людьми. Когда даже вот приходишь в гости, да, ну, люди обычно говорят, присаживайся, там это, у меня основной отказ, говорят, да нет, давайте я постою. Вот, поэтому все в движении, вот, ну, и, наверное, на этом и сказываются результаты, допустим, самого труда. Почему? Потому что двигаешься, ну, не целый день двигаешься, бывает, что и присаживайся, вот, поэтому, конечно, результатом, вечером уходишь, довольный своим выполнением задач поставленных. Климат в коллективе психологически хороший, даже не хороший, отличный, вот. Если в чем-то, допустим, возникают вопросы, коллектив идет навстречу, быстренько все это решает. Слушайте, ну, это классно, когда удовлетворение, да, как говорят, счастье, это когда с работы хочется идти домой, а из дома хочется идти на работу. У вас в данном случае все совпадает. Давайте еще одного эксперта подключим к нашему разговору. Знаби на связи начальник краевого клинического госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный гириатор Министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Иванович Исаенко. Сергей Иванович, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, добрый день. Сергей Иванович, вот нашел информацию, что Краснодарский край считается самым пенсионным регионом. Вот у нас динамика пенсионеров. Если в 2008 году их было 1,4 миллиона, то вот в этом уже 1,6 миллиона. Вы замечаете, что вот у вас становится больше пациентов? Пациентов действительно становится больше. Край действительно растет количество людей пожилого возраста. Идет больше нагрузка и на наше здравоохранение. Но мы этому рады. Это значит, край востребован. К нам приезжают на жизнь пожилые люди. А наша задача, чтобы они жили долго и были здоровыми. Ну, вчера министр выступал в ЗСК, министр здравоохранения, я имею в виду, Евгений Филибов. И как раз вот прожили долго, да? Он назвал цифру 73,5 продолжительность жизни по Краснодарскому краю. И мы превышаем среднероссийский показатель на 3 года. Отчасти это, получается, и ваша заслуга. Ну, это заслуга всего здравоохранения края, потому что те масштабные преобразования, которые прошли в здравоохранении края, они не остались без внимания населения. Самое главное, это тот результат большой, огромной работы, которая проводится в крае. У нас очень высокого уровня стационарная медицинская помощь. Мы сейчас справляемся с теми тяжелыми заболеваниями, которыми раньше не могли так успешно справляться, и которые приводили к инвалидизации. У нас очень большое развитие получила экстренная медицинская помощь. Но самое главное, особенно в последние годы, уделяется большое внимание профилактическим проектам. Это первичному звену, это открытие офиса врачей общей практики, проекта «Бережливая поликлиника», 8 крупных профилактических проектов. В результате и результаты люди стали лучше относиться к своему здоровью, стали приверженцами здорового образа жизни, ну и как результат продолжительность жизни у них увеличивается. Сергей Иванович, спасибо, спасибо огромное, что вышли с нами на связь, спасибо за вашу работу. Что говорят ваши близкие? Не говорят ли там, может, хватит, может, отдохнуть, может, на пенсию? Вот разговоры среди друзей, среди знакомых. Есть на эту тему? Есть. Супруга говорит, что если станет плохо, немедленно уходи. А супруга на пенсии? Да. Супруга на пенсии. Но плохо не становится? То есть о вас отговаривали? Нет, никто не отговаривал. Меня пока никто не отговаривал, потому что я с работы прохожу не в таком усталом виде, чтобы не от нее отговаривать. Дети тоже самое, уже большие выросли, все живут отдельно. Сейчас со мной только дочь меньше, а с мужем и детьми живет. Ну, мы в одном доме. Воспитываем параллельно и внуков, и жена, конечно, встает утром рано вместе со мной, встречает, провожает, довольна. А как же, скажите, вот эти пенсионерские радости, не знаю, уехать на рыбалку, уехать на дачу? Уезжаем и на рыбалку. Хватает время? У меня в пригороде свой дом, у меня бассейн большой. В субботу, если, ну, обычно в субботу и воскресенье я выезжаю на машине раненько под утро, ну, в район Тимошовки. Ну, и там на рыбалке. Я больше люблю речку, чем море. На море, ну, 4 часа 5, и я уже готов ехать домой. А на речке я могу и сутки, и двое. Юрий Вячеславович, вас хватает времени на себя, на супругу, на семью? В основном хватает, но не всегда может быть, потому что работать приходится часто, согласно графика. Ну, тем не менее, и отдыхать успеваешь, не успеваешь, но пока здоровье позволяет. Ну, это отлично. И еще один эксперт сейчас с нами на связи, заместитель руководителя государственной инспекции труда в Краснодарском крае Марина Ивановна Ефименко. Марина Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Марина Ивановна, скажите, вот работающие пенсионеры, такая отдельная категория, насколько ваше ведомство уделяет внимание этим людям, этим сотрудникам? Вы знаете, мы уделяем внимание всем работникам, то есть у нас под нашу, так сказать, юрисдикцию, да, под наши проверки попадают все категории работников. Вот, поэтому, ну, пенсионеры, они вообще у нас трудовым законодательством не выделены там в отдельную категорию. Там единственное упоминание, это при возможности заключения срочного трудового договора допускается законодательство и, опять же, согласие этого работника именно с пенсионером. Все остальное в том же самом порядке, те же гарантии, что и всем остальным. Пока никаких дополнительных гарантий для пенсионеров не установили законодательные. Марина Ивановна, ну, тем не менее, есть же такая информация, что пенсионеры, работающие пенсионеры, они часто соглашаются на какие-то так называемые серые схемы, да, то есть, когда получают зарплату в конверте. Это действительно так? Вы знаете, нет, я не могу сказать, что из нашей практики, вот мы встречаем, что больше там поступает жалоб о выплате заработной платы в конвертах, допустим, от пенсионеров. Нет, даже я хотела бы сказать, что чаще, наверное, от молодых людей получают, мы получаем больше таких жалоб, потому что они как-то, наверное, легкомысленные в силу возраста. А пенсионеры, да, потому что у них еще пенсия далеко, и они кажутся, что это нереально, а пенсионеры уже опытные. А пенсионеры, они более такие люди мудрые, наверное, уже, умудренные жизнью. Марина Ивановна, да, спасибо, спасибо большое, что вышли с нами на связь, вам спасибо огромное, что пришли в студию, я желаю вам крепкого здоровья, и чтобы, как я сказал, да, с радостью и на работу, и домой. Спасибо.